Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в соннище людском я был, как лошадь загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развраченном буре и быте, с того и мучаю, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу буря в юг, ее направил величаво. Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Нас мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, и не жалея ни о ком себя, сгубить в угаре пьяным. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых, но я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развраченном буре быте, с того и мучаю, что не пойму, куда несет нас срок событий, в какую пропасть и в какую тьму. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мысли по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я выдаю. Я прошу прощения, дальше читать не буду.